Вещи по цене хлеба, но толп покупателей здесь не встретить. Это благотворительный отдел, единственный подобный в Барнауле. И по словам сотрудников, у них свои клиенты. И часто это те, кто стесняется своего временного безденежья. Для людей, которые потеряли работу, безусловно, это возможность. Они никогда, именно в силу психологических причин, еще потому что это временное состояние, они не пойдут за помощью фонд, но находятся в стесненных обстоятельствах. А Евгения преодолела себя и обратилась в фонд «Облака». Получила и помощь, и трудоустройство. У меня трое детей, младший ребенок на инвалидности. Увидела рекламу, что требуется уборщица в фонд. Я попросилась на уборщицу, стала приходить мыть фонд и убирать здесь. Потом мне предложили пойти сортировщиком работать. На новом месте Евгения и сама помогает, подбирает клиентам то, что нужно. Так чувствует свою востребованность. А выбор здесь немаленький. Сотни вешалок с одеждой, десятки полок с обувью. Все это приносят дарители, так называют здесь барнаульцев, которые жертвуют ненужные вещи. Принимают все, главное, чтобы без дефектов. А часть вещей собственного производства. Ее делают те, кто тоже нуждается в заработке. Вот такие эко-сумки. Они сшиты в нашей швейной мастерской. Это также мамы, которые находятся в трудно-женой ситуации. Они зарабатывают тем, что они сшивают эти сумки. Вот эти картины нарисовал для нас дизайнер. Мы наносим их на печать. Они очень прочные, с самыми разными рисунками. Они тут самые дорогие, я так поняла. Да, потому что здесь как раз это способ заработка для швей. Это новые сумки, они не были в употреблении. И здесь только десятая часть от всего того, что приносят люди. Остальное развозят по Алтаю. Скоро для этих целей такие благотворительные отделы собираются открыть по всему краю. Уже готовят грант. Мужской одежды мало, поэтому мы просим мужчин разобрать свои шкафы, посмотреть, что для них уже не актуально и принести нам. По словам сотрудников, в этом году они ощущают особенный спрос на свою работу. Кстати, вся выручка тут же идет на покупку продуктов для подопечных фонда. Такой вот круговорот благотворительности. Дорина Миллер, Евгения Величкина, Александр Антропов. День с толком. День с толком. День с толком.